Здравствуйте! Приветствую всех, кто заглянул на этот сюжетик. О чём сегодняшний сюжет? О моих любимых растениях, которые находятся в оранжерейке. Приветствую вас! Меня зовут Екатерина. Я живу в Молдове. Я очень люблю растения садовые, комнатные. И растений у меня, как видите, очень и очень и очень много. И растения разные. Есть совсем-совсем простые. Возможно, вы узнаёте традисканцию. Это традисканция преречная. А вот это коллизия мелколистная. Её, конечно, можно назвать и традисканцией мелколистной. Но у каждого растения есть своё название. А чуть ниже, видите, кактусы. Цилиндропунция, вон она там. И чуть ниже кристаллный кактус. А тут у меня вообще кашпо с разными суккулентами и кактусами. Люблю растения. Ну, по порядку. Много привезённых растений. Вот эта красота. Привезена из Греции, с острова Кефалония. Это Руэлия. Росла она большим кустом. Но я оторвала несколько череночков. Надеюсь, не принесла большого урона. Ну и если смотреть дальше. Разные, 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 разные растения. Пепперомия. Вот там. Дальше это восковик Хойя. Над ними возвышается. Узнаёте? Красавчик Сингониум. Вот он какой красивый. Ну, а дальше в несколько ярусов идут растения. Это фикус краснеющий. Дальше, посмотрите. Филадендрон. С такими листочками остренькими. Здесь традисканция. Видите, какие у неё листочки с белыми прожилками. Там на подоконничке тоже много растений. Ну, иду по порядку. Здесь у меня тоже кашпо с суккулентами. Вот эти привезены из Македонии. Это суккулент. А вот это красиссимус. Мне подарила его приятельница. А вот это подарок от цветочницы. Посмотрите, какое чудо. Это филадендрон. Да, его, конечно, надо поворачивать время от времени, чтобы дать возможность всем листочкам расти красиво. Но очень мало места моим растениям. А ниже, посмотрите, это монстера. Монстера Маунки. Или монстера Адансона. Или монстера Продырявленная. На подоконничке, видите, тоже суккуленты. А вот это чудо. Это традисканция. Как же она красиво смотрелась во дворе летом. Она и сейчас смотрится хорошо. Длина плетей полтора метра. И вот там на макушечке тоже есть листья и новые побеги. Но посмотрите, не хватает света. Загущенность большая. И вот здесь вот она сбросила свои листочки. Дождется лето, и я ее начеренкую. Ну что, не устали смотреть на мои растения? А это с такими красивыми листочками. Это эсхинантус мраморный. Опять кашпо с кактусами и суккулентами. А там, узнаете? Это растение желтоватых полосок довольно часто встречается у любителей растений. Что это за растение? Знаете? А вот это пассифлора. Ох и пассифлора, мучает она меня. Столько лет растет и никогда не цвела. А это красивое, неприхотливое растение. Череночками размножается. Устанавливаем прямо в грунт и растет. Это аптения. Дальше. Опять большое, красивое кашпо с коллизией мелколесной. И опускаемся ниже. Посмотрите, это чудо, бенгальский фикус. У меня он растет очень медленно. Но благодарю, что растет. А на подоконничке опять куча растений. Вот это растение, анридера, была привезена из Греции, с острова Кефалония. Несчастным череночком. Но смотрите, оно живет и радует меня. У меня много вот этих растений. И они уже у меня цвели. И это хлорофитумы. Дальше посмотрите. Что это? Узнаете? Это Сциндапсус эпипремнум. Или золотистый Сциндапсус. И вот такой вот Сциндапсус простой. Дальше. Ночная красавица. Или эпифилум. Здесь опять кашпо с такими же суккулентами. Я о них уже говорила. Хочу, чтобы вы вспомнили название. Если, конечно, знаете. Вот еще одно кашпо. И тут целая полка с разными растениями. Эх, пробраться бы мне до Стефанотиса. Вот он там. Красавчик. Он у меня цвел. А это драцена. Кофейное деревце. Вот оно. И опять традисканцы. Дело в том, что летом им хорошо во дворе. Но, конечно, я не могла дать им погибнуть. И все занесла в дом. И традисканцы у меня много. Видите? Весь верхний ярус занят традисканцией. Ну, а теперь смотрите. Нулина Бакарнея. Вот какое у нее основание. Видите? Красоточка. Растет она у меня уже 22 года. Высота 1,60 м. Дальше. Чудо. Ах, как же мне нравятся юки. Ох, эта юка меня долго мучила. Не хотела расти. А внизу, видите? Это тоже колизия мелколисная. Она красиво оформляет кашпо внизу. Конечно, тоже можно поворачивать. Ну, уж очень мало места моим растениям в оранжерейке зимой. Монстера. Нет белых прожилок, потому как находится она у меня. Ну, далековато от дневного света. И там дальше опять цветы. Посмотрите. Чудо. Филадендрон. Переския. Это листовой кактус. Фикус. Папоротник. А вот это неон. Циндапсус неон. И тоже много разных растений. А вот это питоспорум. Привезла семена. Скорсики посадила. И вот радует меня эта растенница. Это очень красивое растение. Рядом находится сингониум. О нем я говорила. А вот это тоже сингониум, но розовый. Хлорофитумы, драцена, замиокулькас. Все растения, ну, зажаты, конечно. И вот это чудо. Ему семь лет, как растет у меня. Хочу узнать у вас. Знакомо вам это растение? Как же оно называется? Напишите в комментариях. Эти растения, возможно, вам знакомы. А вот это редко у кого бывает. Это переския Готсифа. Древняя переския. Чуть ниже находится Анредера. Она у меня тоже привезенная с Украины. Здесь продолжение. Посмотрите. Хлорофитум, Монстера. Там много растений. И вот это чудо. Узнаете это растение? Вам подсказать? Это Аспарагус. Ну и тут опять много-много-много-много разных растений. А в другом сюжете я покажу продолжение в хобби Любовь к цветам. Знаете, что это за растение? Это золотой ус. И он у меня цвел. И цвел почти все лето. Ну вот, сюжетик заканчивается. Вы в гостях у Екатерины любительницы растений. Пишите отклики. Подписывайтесь на мой канал. Возможно, вам что-то понравится у меня в гостях. Всего вам доброго. А продолжение можете посмотреть в сюжете на Ютубе. Посмотрите ссылочку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...